Доброе утро, дорогие мои! И мы с вами продолжаем разговаривать о духовности. И я продолжаю вам объяснять, объявлять, наконец-то рассказывать о строении человека. И я так понимаю, что постепенно у вас усложняется взгляд, и вы начинаете сомневаться в том, что действительно, оказывается, мы настолько многочастны и настолько разнообразны. Но я ведь вам не открываю ничего особенного, поскольку если мы говорим о трёх, можно так сказать, ипостасях человека, как тело, душа и дух, ну это же известно всем, больше того вся религия на этом обосновывается. Если мы говорим о трёх волях, которые есть воля природная, воля свободная, гономическая, душевная и воля Божья, воля Духа, то мы тоже с вами ничего, как говорится, не открываем. Мы это всё тоже во всех духовных книгах и в церкви просто обязаны говорить. И вам это говорят, и вы это слышали. Может быть, только вы к себе это не относили, что есть у вас все эти воли. Если я вам в последнем, в двенадцатом уроке рассказал о том, что у нас и ума-то тоже три, то есть ум сущностный или телесный, как говорится, ум силы – это душевные силы. Слышали вы такое понятие? Душевные силы, сила душевная, ну, слышали же? Ну и энергии Духа, божественные энергии. Об этих божественных энергиях тоже достаточно часто вспоминают. И я вам рассказывал, что мне было очень интересно услышать, как, по-моему, Рождество на 2002 год, в проповеди патриарх Кирилл, вот всё миру или религиозное понимание через энергии объяснил. То есть вот нечасто у него такое встречается в его, как говорится, проповедях. Чаще он просто о чём-то мирском говорит и привязывает это к религии, и пытается через религию научить нас в мире жить. И вдруг у него вот об энергиях прошёл разговор, и это правильные разговоры. Поэтому энергии у нас часто называют, в том числе и действия святаго Духа. Действия святаго Духа. Но сегодня я закончу вам объяснение нашего строения, рассказав ещё о трёх, можно так сказать, наших с вами свойствах. И это чувства. Чувства. Ну, тоже понятно, да, чувства. Уж когда мы говорим о чувствах телесных, мы столько о них рассказываем, поскольку мы их все знаем. То есть это слух, зрение, тактильные чувства. На языке у нас с вами чувства, на нюх есть. То есть вот эти пять сейчас, правда, уже официальная, как говорится, наука признаёт, что есть некое шестое чувство, которое чувство белка. Белка. Оказывается, белок, он в принципе не кислый, не сладкий, никакой. Вот. А мы, оказывается, его чувствуем, когда он попадает. И вот это объясняет, как некое такое шестое чувство. Мы-то с вами имеем в виду под шестым чувством несколько иное. То есть это то, что, как говорится, не поддаётся объяснению и предчувствием является. Или вот человек к человеку подошёл, а и сразу чувствует, что нехороший человек. Это некое такое чувство шестое. Или такое предчувствие какое-то есть, есть, вот оно тяготит, тяготит. У меня вообще перед большими событиями в мире всё время вот такая напряжённость, а то и трудности становится. И вдруг, и прямо я-то уже знаю, что это что-то произойдёт. Вот. Какая-то такая вот это будет, начиная молиться, что Господи, там, отведи, Господи, не дай, не дай. И вдруг что-то происходит, и даже иногда удивляются. Надо же, оно произошло, но вот не так, как могло бы, а всё-таки. Ну вот, последнее землетрясение в той же Турции. Я очень себя неважненько чувствовал, молился. И оно до нас не докатилось. Хотя один и тот же разлом и вполне могло стукнуть сюда по Абхазии и к Сочи прийти. Ну, в общем, неважно. Но это шестое чувство на самом деле можно применять, если ты находишься в рамках понимания человека как обладателя только природными чувствами. природными чувствами, то есть телесными чувствами. И тогда шестое чувство – это какой-то такой немножечко сверхъестественное. Если же мы смотрим на человека с духовной точки зрения и оцениваем его полноценным, если у него есть тело, душа и дух, то мы должны говорить, что они тоже имеют определённые чувства. Так вот, шестое чувство – это уже чувство душевное. Эта душа обладает вот такими способностями как раз видеть мир вне времени, я бы так сказал, и пространства. Это уже чувство души. Эти-то чувства как раз и есть, так сказать, главные, которые в конечном итоге в вечности и будут ею использованы. Ведь в вечности ей вот эти все наши нюх, зрения, тактильные, вкусовые и нюхательные способности будут не нужны. Они уже как совершенство накоплено в этой душе, и она уже, я бы так сказал, зная образы того, что видит в раю, а мы всё время рай представляем, что это прекрасные цветы, какие-то плоды и так далее. На самом деле это чувства от них пришедшие. И человек, впитавший в себя вот эти все чувства, он живёт в раю. Если вы помните, как пахнут цветы, если вы помните, как, значит, выглядят красивые плоды, если вы помните, как хорошие отношения с хорошим человеком для вас приятны, это и есть чувство души, душевное чувство. То есть чувства души направлены на самом деле на восприятие красоты. Так можно объяснить всё, что имеет особо качественное, можно так сказать, отображение в этом мире через различные чувства. Поэтому красиво то, что видит глаз, как красивый, да? Красиво то, что звучит для уха, красиво. Красивые запахи. Вы понимаете, о чём я говорю? Вкусы тоже могут быть красивые. Я вам больше скажу, что настоящая кулинария, она использует эту форму. Сочетание вкуса в разных блюдах. И эта форма, ну, ничем, как говорится, не ущербнее, чем составление духов хорошими парфюмерами. Или написание картины хорошим художникам. То есть хороший кулинар, хороший повар. Вот, они, играя разными нашими вкусовыми чувствами, хотя у нас считается чём мы, только горькое, солёное, кислое и сладкое. На самом деле они многообразные, эти чувства. Они тонкие очень, воспринимают иногда различные оттенки. И, может быть, красота блюда. Красивое блюдо. Эстетически красивое, когда вы его видите. Запах у него хороший. А ещё и вкус, может быть. Вот как это чувство материальное, можно так сказать, или телесное, уже сливается с чувством душевным. Потому что включается понятие красота, как ощущение окружающего, а оно не относится к чувствам телесным. То есть телесное чувство очень, как говорится, не тонкое. Только сочетание их и определённая такая вот, я бы так сказал, полезная функция для организма и является красотой. Так вот, душа в своём предназначении и находится в теле для того, чтобы человек собрал красоту этого мира. Она на промежутке между духовным миром и материальным миром. И как вот наш разум видит всё, собирает только нужные какие-то для него вещи, так и душа, ощущая всё, собирает нужные для высшего мира вещи. Если она не работает на тело, она может телу предоставлять эти наслаждения. Вот тогда это превращается в страсти. Если душа, собирая в свои чувства, чувства красоты, предназначает их телу, а не духу, то она находится в прелести, она находится в соблазнах, она находится в страстях. И тогда всё время, собирая их, она не может удовлетвориться, так как у неё бесконечные... И вот она бесконечно будет, я уже извиняюсь, жрать, блудить и всё остальное делать, лишь бы хоть немножечко донасладиться. Но это не дано, если есть более высшее чувство, духовное чувство. Не душевное, а духовное чувство. И вот эти духовные чувства, они воспринимают ещё более высокие красоты и ещё более высокие наслаждения, которые идут не от земли, не от природы, не от продуктов, которые произведены с земли, а сверху. А из небесных, как говорится, сфер, где есть и своя музыка для духовного слуха, есть и свои зрения для духовного зрения, есть свои вкусы, потому что описывают, в том числе святые, что сладостно было находиться в этом месте. То есть вот это ощущение сладости, они, конечно, ну, описывают обязательно нежное, а нежное только через тактильные чувства. А как описывают, что как бы солнце нежное, как бы трава нежная и так далее, в раю. То есть вот такое-то. То есть там удовлетворяется чувство, имеющее понятия такие же, как вот наши телесные, но более красивые, чем принадлежащие душе и питающие души необъяснимой и неизъяснимой. И такой высоты красотой, которая, если один раз, как говорится, человек попробовал, забыть не может. И тоскует, чтобы еще раз повторилось. Как святые отцы говорят, если хоть капля благодати на вас попадет, то вы никогда не будете, значит, удовлетворены, любые океаны воды и так далее будут для вас малы. Ну вот это действительно так. Все, кому удавалось получить немного благодати, а ее получают избранные, это уже тоже неиспоримо. Все святые отцы говорят о том, что это Господь должен прикоснуться к человеку, грубо говоря. Но человек может ожидать этого прикосновения. Больше того, человек должен идти к этому, к этой встрече с Богом. И вот здесь-то как раз и становится препятствием, если вот те, все, что я вам назвал наши свойства, а я вам назвал 12 наших свойств. То есть, можно так сказать, три ипостаси тела, душа и дух, три воли, воля тела, воля души, воли духа, три разума, ну и три чувства, или три органа восприятия чувств. Потому что для чувств, конечно, нужны органы. Об этом мы с вами тоже, мы так и говорим, что душа имеет свои чувства. Душа чувствительная. У нас есть духовное чувство. Это уже не душевное. Все это различает. Духовное чувство. Духовное. Песнопения духовные. Ну и, естественно, о чувствах телесных я вам уже рассказал. Так вот эти 12 свойств, как 12 апостолов, нас с вами и ведут. И ведут. И наша проблема заключается в том, что мы можем быть повреждены в каком-то из этих свойств. Поврежденность человека. Вы это тоже все время знаете. И поврежденность это может быть не, например, в ипостасях. То есть неповрежденное тело здоровое, неповрежденная душа, потому что не злая душа. Да и дух неповрежденный, человек с сильным духом и хочет чего-то хорошего. Может быть, такой может. А может быть, поврежденная душа. Или поврежденное тело. Или дух слабенький. А душа вообще мертвая. Как у нас это понятие. Мертвая душа существовала в православии. На самом деле существует. И мы у многих святых отцов можем о смерти души прочитать. Только сейчас как-то нас все время уверяют, что нет. Любая душа живет вечно. И ты никуда ее, значит, не денешь. Раз она в тебя вселенная, то ты с этой душой и живешь. И как бы она. А если ты с двумя душами живешь? Вот я вас сейчас удивил, да? Но ведь есть такое понятие – двоедушный человек. А? Как тогда быть? Тогда вот то, что я сейчас рассказал. Ну, двое телесных, конечно, людей не бывает. Хотя ум в одном человеке может быть разделен очень сильно. Шизофрения. Что такое шизофрения? Это разделение ума на разные личности в одном человеке. Еще раз повторяю. Там вот, по-моему, американцы в какой-то там девушке выявили 18 личностей. Это разделение ума на полноценных 18 людей. А уж то, что говорят, что у нас 10, а один мне, психиатр, говорил, что около 20%, а значит, шизофренического типа поведения у семьи 10% населения. То есть, когда включается разная личность для разных нужд в жизни. Это он мне рассказывал, Гальперин, Яков Григорьевич, о том, что у нас школа воспитывает шизофреничную личность. Когда ученику приходится под каждого учителя пристраиваться и вести с ним раздельные поведения, то есть разные поведения. Это действительно так, это однозначно именно так. Но это еще только такое поведение шизофреник. Но 20% считают психиатры просто шизофреников у нас. То есть, они включают личность на работе, в обществе одну, приходят туда. Они там паиньки. Они там просто люди замечательные. А приходят домой и тиран тираном. Он включил другую личность. Я время от времени так вот смотрю по телевизору какую-нибудь передачу о поведении. Там какую-нибудь проблему разбирают. И сидят ведущие, сидят и удивляются. Как так? Он же такой хороший человек на работе. Он же в обществе просто замечательнейший. А как он тогда дошел до того, что он тиранил семью свою? Там над женой издевался, над детьми. И больше того, там же ведь доходят и до убийства или еще что-то. Это самый знаменитый наш убийца, многоубивший Чикатило. Он был прекрасный преподаватель. Работал в училище с детьми и так далее. Но вот шел-шел, видел девушку, что-то переключался и убивал ее. И насиловал. Вот. А как тогда быть? Вот у этих личностей есть вторая душа? Та личность, которая включается в коллективе, и хорошая личность, имеет душу отдельную от той души, которая у него, когда он приходит домой и становится тираном. Двоедушный человек? А если двоедушный, да еще и в уме разделенный на несколько личностей, то как мы тогда с вами вообще можем осознать, сколько же свойств у нас с вами имеется? Я вам описал. Двенадцать. Двенадцать – это, можно так сказать, идеальный, неповрежденный человек. Любое свойство может отсутствовать. Есть воля духовная? Нет. Значит, уже не двенадцать, а одиннадцать. Есть, значит, душевное чувство? Нет. Чувствует человек. Умерла душа. Значит, уже еще меньше и так далее и тому подобное. То есть, описывая идеальную личность, я вам рассказываю о том, что какая-то из ее частей или ее свойства в вас может как быть отсутствовать, так и повреждаться. И вот это повреждение, я бы так сказал, и есть бешенство. То есть, на самом деле, если мы с вами почитаем, то представление бесов как неких личностей, которые вживаются в человека, ну как вируса или еще что-то, это такое условное представление греха. Если мы внимательно посмотрим на то, как святые отцы его на самом деле объясняют, то в конечном итоге это поврежденность личности, которая меняется при осознании этой поврежденности и покаянии в этой поврежденности. Что я действительно, что я залез там в чревоугодие, наверное, у меня повреждена воля, я не могу остановиться. И, наверное, у меня повреждено чувство, телесные чувства. Очень хотят постоянно вкусной пищи и вкусного такого, значит, ощущения. Ну вот, человек кается, и вот эта поврежденность у него восстанавливается. Но дело-то совсем не в поврежденности, если мы и с вами говорим о совершенствовании личности. В поврежденность не дает человеку совершенства и совершенствоваться никоим образом. То есть, когда мы с вами говорим о покаянии и о том, что личность должна расти, совершенствоваться, то мы в разговоре о покаянии говорим только о восстановлении личности. То есть, само восстановление или приведение личности к тому совершенству, в котором начинается отношение с Богом – это уже большой и серьёзный труд. И этот труд чаще всего является основным у большинства людей, а то и единственным. А то и единственным. Потому что многие могут ходить в церковь долгие-долгие годы, но если мы, опять же, обращаемся к Святым Отцам или к Евангелии, они могут не иметь ума, и тогда вся эта повреждённость безумная становится. То есть, человек, когда кается, не понимает, о чём он кается. Он умом не осознал, что с ним происходит. Или у него может быть, ну не мёртвая, а уж спящая душа. Вот спящая гораздо чаще встречается такое понятие. А если спящая душа, то что она? Душа, проснись, у нас так и в песнопениях есть, в церковных таких. Если она спит, значит, у неё воли никакой, у неё, значит, разума никакого, и у неё и чувства душевного, значит, никакого. Ну, какие могут быть у спящей души вот эти все это? Тогда человек остаётся тем более без духовных всех этих качеств, потому что они приходят к разуму телесному через душу. То есть, Бога мы начинаем осознавать, когда Он прикоснулся к душе, и тогда мы начинаем умом думать, а что же произошло? Как же вот это всё было-то? Ну и описываем уже телесными, как говорится, чувствами. Разрежись небеса, явилась Богородица, святые со мной поговорили, ангелы меня посетили и так далее и тому подобное. То есть, мы же телесными чувствами описываем духовные явления, потому что у нас нет других объяснений, они необъяснимы. Бог не познаваем, а значит, и необъясним. И тогда вот это восстановление человека имеет определённую цель. И на самом деле вот эта цель – это и есть то, что, во-первых, объединяет нас в единую личность. Вот все эти двенадцать свойств, как говорится, восстановленные, схлопываются и называются человеком. И этот человек имеет образ и подобие. Кого? Христа. Христа. Бога никто не видел, отца никто не видел, и какой образ и подобие у отца имеется, мы знать не знаем и никогда не узнаем. Это монофизитские религии, представлять его могут как в разных. У нас тоже есть некий образ такого, что отец – это такой вот сидящий на престоле дедушка, у которого тут и сын рядом с ним, и голубь над ним. Но это всё такие представления, которые, кстати, в православии были и до сих пор не отменены, как запрещение их отображать, потому что Бога никто не видел. Мы видели Бога в ипостаси Христа и видели эту ипостась как идеал Бога-человека, где Бог в человеке, но отделен от человека. Он никак, как говорится, к материальному, к сущностному, не причастен. Он в Христе, но живёт Христос абсолютно человеческой жизнью, и эта человеческая жизнь и личность идеальна. То есть вот у Христа все Его ипостаси, все Его свободы, все Его воли, все Его разумы, ну и все чувства были в идеальном состоянии. И Он нам это показывает. И в идеальном состоянии человек не способен грешить, потому что он совестью и разумом понимает, к чему его этот грех может привести. Не через пробование этого греха, дай-ка я попробую, дай-ка я испытаю, а через разум. Если разум совершенный, то человек не будет грешить, как те, кто в конечном итоге приходят в разум, через религии, через обучение, через какие-то вот такие, значит, они перестают грешить. И говорят, не, лучше я не буду обжираться, я вам всё время на этом грехе, или уж не буду я втягиваться в коммерцию, в сребролюбие, или там не буду тем более в блуд втягиваться и так далее. Потому что кончится это всё нехорошо. Разумом это можно понять. А если у тебя разум совершенный, то ты это понимаешь раньше, чем ты в это втянулся. Только повреждённые во всё это втягиваются. Вот ведь в чём проблема. И поэтому для того, чтобы себя усовершенствовать и сделаться нормальным человеком, которого показал Христос, то есть новым человеком, который и есть сущность того мира, в котором мы сейчас живём, нужно поиметь образ Христа и нужно поиметь цель. На самом деле все наши действия, можно так сказать, абсолютно пусты и не имеют никакого в жизни значения, если они не имеют цели. Без цели мы с вами не имеем никакого в жизни значения. И объединять может вот эти все наши свойства только одна цель – только Бог, только Христос. Вы скажете, ну как так вот, ну как только, я не буду я, значит, христианином, я хочу быть другим, даже религиозным может быть другой, ну буддистом, я хочу сказать, стать. Ну буддизм, кстати, это атеизм такая форма, где Бог заменён материальным миром, но ты из этого материального мира должен выйти в нирвану, то есть в мир, в котором нет материи. И это божественный мир. Но весь буддизм – это попытка отрыва от этого, значит, мира. Ну, в общем, ладно, мы не про буддизм, как-нибудь про него поговорим. Любая религия на самом деле всё равно имеет в виду Бога, только идеально она пока не обратит на образ Христа внимание, когда не поймёт, что вот он и был идеальным воплощением Бога для человека, и не поставит себе целью быть таким. И тогда путь к этой цели – это и есть религия, в которую входит религия, это связь вообще-то переводится. То есть наш путь к Богу заключается в связи с Ним. И в связи с этой, вот по пути в этой связи мы восстанавливаемся от своих грехов. Я уж не говорю от первородных грехов, которые искупил Господь на кресте, но у нас есть наследственные грехи. Кто-то скажет, ну как, не могу, от родителей, ну, канонически не скажешь, что это так, но по преданию на семь поколений распространяется грех одного человека, если он непокаянный и неисправленный. Поэтому в семьях блудников дальше продолжается, в семьях алкоголиков дальше продолжается и так далее и тому подобное. Кто-нибудь станет алкоголиком, кто-нибудь и... Но мы закончили с вами рассмотрение нашего существа. Я понимаю, что усложненный вид себя нас маленечко смущает. То есть, если бы сейчас стояло передо мной зеркало, и я представил, что же это за существо такое трипостасное, и со всеми этими свойствами, то передо мной бы, естественно, встал образ Пресвятой Троицы, который вот мы сейчас празднуем. И в идеале он именно такой, как у Рублёва изображённый, где ни возраста, ни пола не определишь, ну и так далее и тому подобное. Вот наше с вами, на самом деле, отображение. Рублёв его хорошо осознал и хорошо, ну, с помощью Бога отобразил. Но на этом мы с вами не заканчиваем наше с вами обучение, хотя это и тринадцатый урок. Я думаю, дальше надо будет как раз рассмотреть отдельно уже, как какие наши ипостаси, как какие наши силы, наши разумы увести от повреждений или избавиться от повреждений. Да? Надо рассмотреть людей, которые по-разному, с разными повреждениями живут. То есть, что такое люди с повреждённым душой, что такое со спящей душой, например. И это очень часто встречающиеся люди, больше того, святые отцы говорят, что это большинство окружающих нас людей. Так что, если хотите, вы тут оставьте в комментарии, если хотите продолжение вот такого нашего обучения, то давайте я продолжу. Не буду останавливаться на том, что мы наконец-то себя узнали. Я вам наконец-то описал духовного человека, который, в общем-то, начиная от Иоанна Лествичника, заканчивая Феофаном Затворником. О, хорошо всё это. Да нет, в его аскетике это ещё не окончание. Все святые отцы постоянно о каких-то свойствах, о каких-то частях нашей Личности говорят, и говорят, как их восстанавливать, и как их содержать в порядке. Поэтому давайте будем разговаривать дальше, если вам это интересно. А пока на этом всё. Здоровья вам всем. Радости неповреждённости и целостности Личности. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...